Губан Петрович, вам, пожалуйста, завершающее слово. Ну, я так, если резюмировать буду эти события, я скажу, что во многом можно было предотвратить все, что произошло. Ну, во-первых, не надо было инициировать этот бессмысленный законопроект. Почему бессмысленный? Потому что он вырван из-за текста. Я, вот минуточку, вот то, о чем я сказал. Ну, вот мы все говорим, что там что-то методички какие-то, что-то готовят. Что хотят-то от правительства Грузии, если оно и так все соблюдает, бедные? Смотрите, речь не только о том, как ведет себя Грузия и правительство Грузии по отношению к Украине сегодня. Эти противоречия, они начались еще до 24 февраля 2022 года, чтобы вы знали. Это не сегодня возникло, такое противоречие с Америкой. Еще 2-3 года назад начали американские сенаторы, вот те лоббисты Саакашвили, работать против нынешних властей. А нынешняя власть вела себя, как всегда, пугливо, и это мягкотелая очень власть, чтобы вы знали. Она боится очень панически, боится, что они попадут под американские санкции. Потому и уступили, а то полиция могла дожать этих демонстантов до конца. Слушайте, ну а как иначе, как иначе, я прошу прощения, уважаемая политика, как иначе может вести себя правительство, ну давайте мы, маленькой страны. Ну вот Орбан сопротивлялся, тужился, пыжился, что-то там такое выступал. Сегодня он говорит, сегодня Орбан говорит, слушайте, надо, наверное, как-то нам пересматривать свою позицию с Россией, потому что все это надолго, и нам надо подумать. Может мы себя, я так утрирую, может быть, наверное, мы себя неправильно ввели во всем этом вопросе. Ну уж о чем? Позволите, я очень коротко отвечу, я очень коротко могу вам ответить, что может сделать руководитель маленькой страны. Вот как у вас рэпер, да, Тимоти, пел, мой лучший друг, президент Путин. Вот так он может, руководитель Грузии, решить очень большие проблемы. Ну и знаете, знаете, нужно, где в стальном выражении, что нужно иметь при этом при всем? А, или как Лукашенко, стальные штучки, да. Да, я об этом и говорю. Спасибо большое, Гулбаат, Рцехелад. Я надеюсь, что все будет спокойно у вас. Спасибо. Да, будем наблюдать. Андрей Орешев и Рцехелад за Гулбаат были в нашем эфире, мы идем дальше.